Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый вечер. Гомельские экологи мают намер проверить широкое предприемство областного центра на предмет выкиду имя у поветра шкодных речевов. Об этом не только ишла размова на сегодняшнем посаджении городского выканавшего комитета, который вернулся до вопроса экологической ситуации в Гомеле. За ходом дискуссии саджил Алексей Натерову. Перевага – одночасовая проблема Гомеля в том, что он – город компактный. В вопросах экологии это приводит до того, что шкодные речевы концентруются на относительно небольших территориях. В связи с этим особенная актуальность набывает укрепление так званой системы кирования якостью поветрного бассейна. Правда, покой этот процесс рухается с великими тяжкостями. Никто навод докладно не ведая, каким чином отбывается взаимоуплыв шкодных выкидов от промысловых крыниц и автотранспорта. Сколькость опочных речей на протягу года у Гомеля увеличивается не на 5%. Связанные с этим экологичные проблемы частково выращаются при реконструкции транспортной сетки. Чтобы уменьшить погубные воздействия этих транспортных потоков, расширяется улица Кирова, расширяются другие улицы. То есть пропускаемость улицы дает возможность не концентрироваться в одном месте этих выбросов загрязняющих веществ. Пытания, якои опочный час квалили гомельчан – значное снижение взрыва воды в РССОЖ. Некоторые, правда, бачить у гэтами свои плюсы. Такая ситуация окажут вельми сприяльные для очистки водоемов. Покудже в самом центре города заявились качки, які при отсутствии рочного транспорта отчувают себе вельми неадренно. Ты больше, что и рослинка для берега стала больше. Что тычься экологов, то за ситуацией на водоемах они назирают, але вельми уже значной заклопоченности не выказывают. Опасаться населения о том, что будет нехватка воды, я думаю, не стоит, потому что все водоснабжение города Гомеля обеспечено за счет подземных источников. Для биологического разнообразия реки способны самовосстановиться, и те запасы, которые в этом году будут утеряны, они восстановятся со временем, в последующие годы. Коли ситуация на водных бассейнах тревоги не выкликая, то с бассейном поветренном становишься крыху інше. Только за прошлый год у Гомеля уведена в эксплуатацию те модернизована, коля 40 очистных установок. Увыненько выкиды шкодных речев ускоротились на 50 тонн, але скарги от населенияства усе ровно поступают. Экологи тлумачить это тем, что на некоторых предприятиях нема информации об полном спектре выкидов, и обещаюсь принять меры. Есть у нас предприятия, например, на которые поступает много жалоб, это предприятия и Гомеля-обои, например, предприятия 8 марта такого плана. Поэтому при реализации этого мероприятия мы контролируем и будем все-таки наводить нам порядок. Олег Сентюров, Валерий Капанько, телеродокомпания Гомель. Выборы президента Республики Беларусь на Гомельщине будут проходить на 1070 участках для голосования. При этом четыре участки селета утворены в першиню. Управнание с леташними выборами у Мясцовой Советы, количество участков на Гомельщине изменшилось на 25, что выкликано миграционными процессами у Межах в области. В первую очередь это тычется особных районов сельской местовости. Разомстым в совести с озведением жилых микрорайонов заявилась необходимость утворить новые участки у Мазыры в Центральном и Новобелецком районах Гомеля. Один из них, номер 28, начал работать в 15-й средней школе областного центра. Сгодно с календарным планом организационных мероприемств по проведению выборов президента Республики Беларусь, сейчас члены участковой выборчей комиссии удокладняют списы жихаров, которые имеют право принять удел в голосовании. На данный момент участковая избирательная комиссия занимается сверкой и подготовкой списков избирателей, которые въехали в новый построенный жилой фонд, и сверкой тех жильцов, которые проживают в частном секторе по улице Техническим с 1 по 8. К избирательному участкам номер 28, который будет открыт в этом году впервые, относятся улицы Белого, Калейникова и улица Алмазная. Практика промога диалогу с жихарами регионов по хвалючих их питаниях протягнется завтра. Представники выканавчей улады проведут черговые промые линии. С 9 до 12 годин звороты грамадян будет принимать наместник старшины Аблвы Канкама Владимир Александрович Привалов. Он курирует питание развития социальной сферы, уприватности, работу Галина Ховы Здоровья, адукации, культуры, спорту и туризму. Номер телефона в Гомеле 75 12 37. Як и завсёды по субботах, примат звороты грамадян завтра будут так само у районных администрациях и райвы Канкамах. На передаче днепрофессийного свято дня работников нафтовой, палевной и газовой промысловости на Мазырском нафтоперапроцовщем заводе отбылась важная падея. Тут был выканан монтаж частки установки по вытворчасти высокооктановых компонентов бензину. Ее будовнество уступило в завершальную стадию. Ступень готовности объекта складая больше, как 90%. Подробязанности в сюжете корреспондентов телеканала Мазыр. Амаль 50-тонная конструкция подымается на вышине 12 метров. Повольно, с ювелирной докладностью, яе усталевываются на свое место. Монтаж одной из самых буйных конструкций объекта, другой секции верхнего яруса блока от Сарберу, по сути, поклав початок завершального этапа выдаунства комбинованной установки вытворчасти высокооктановых компонентов бензину. Особенности на любом монтаже есть. Одна из особенностей – это именно большая длина и вопросы с жесткостью конструкции, которые нужно будет учитывать монтажникам при уже установке на ранее смонтированную секцию. Хабариты секции саправды великые. Да ужиня – 19 метров, шириня – 5,5, высшиня – 5 метров. Сбиралось обсталевание у Италии. На завод поставлялась уже в готовом выгляде. Складается установка с трех основных блоков. Реализация этого инвестиционного проекта агульным коштом больше 300 миллионов долларов дозволит самостойно выраблять сыровину, необходную для выпуску аутобензинов европейской якости. На данный момент Мозырское НПЗ производит закупку метилтретбутилового эфира для приготовления автомобильных бензинов. Справочно за 2014 год затраты на приобретение метилтретбутилового эфира за рубежом составили порядка 40 миллионов долларов. С вводом данного технологического объекта Мозырское НПЗ закроет потребность в дорогостоящем продукте закупаемом за рубежом за счет собственной выработки метилтретбутилового эфира. Усе монтажные работы по установке вытворчасти высокооктановых компонентов бензину плануется завершить у Снежних этого года. Пылный час займыть пусконаладочные работы, после чего установка будет запущена. Илона Шавловская, Вячеслав Пересыпкин, телеканал Мазыр. Специально для телерадиокомпании «Гомель». До других тем. Белограпрамбанк протягивает акцию по повышению уровня финансовой письменности школьников. На передодни гостей сустрыкали у Гомельской гимназии номер 51. Девушни пятых классов отримали от банка малявничое выдание «Твои первые финансы». «Твои первые финансы» – это книга «Казак», где главный герой Агрик в доступной форме рассказывает детям, что такое гроши, когда они появились. А также деля чаго створены банки и как они работают. Выдание этой книги изъявляется часткой социального проекта банка, который также включает проведение уроков по повышению финансовой письменности. До речи, многие школьники уже имеют свои гроши. Я получаю за хорошие оценки на день рождения и за хорошее поведение. Коплю я их на день рождения, может, на подарки. Или, если что-то, может, хочу, то я на это коплю. Помогаю по дому, я еще на конкурсы по танцам. Инициативу «Белогорапрамбанка» поддерживали Управление Адукации Гомельского обл. ВКНК, Главное Управление Национального банка Республики Беларусь по Гомельской области и Представничество Национального Олимпийского комитета. У сего до 30 вересня книги «Твои первые финансы» отримают больше, как 13 тысяч пятиклассников Гомельщины. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. И, наверное, с помощью «Белогорапрамбанка» наши дети приобретут новые знания, которые затем помогут им и в гимназической жизни, и затем же, когда они станут взрослыми и повседневными. Завершилось мероприемство у гимназии запуском поветрных шаров. До кожного, из которых пятиклассники примоцевали листочки со своими жаданиями. Вера Котляр, Дмитрий Родянко, телерадокомпания «Гомель». Завтра у Беларуси открывается сезон полевания, которые протягнутся всю осень и завершатся в середине снежня. У этой период граждане, которые имеют ответственный дозвол, смогут полевать на водоплавную и болотную дичину, поведомили в Министерстве лесной господарки. По правилам дозволено полевать в светлый час суток, выкористовывая гладкоствольную стрельбу и патроны с шротом. А так само полевничных собак за выключением хартов и гончаков. При этом дозволено перемещение на маломерных судах с непрацующим руховиком. Варто означать, у гэтым годзе сезон полевания открывается значно поздней, чем звычайно. Причина – пожаронебеспечная ситуация, якая склалась в связи с засушливым надворьем. У Гомельской области она заховывается и зараз. Тому корыстальникам полевничных угодзев рекомендовано выключить проведение полеваний на торфяниках и обмежеваться водоемами. До речи на наступных выходных в осень заявить про себя. На Гомельщину пройдусь дожджи. Прогнозуется дальнейшее понижение температуры по ветру. По информации областного гидрометцентра, в ближайшие сутки будет в облачность с прояснениями. В ночи и ранец, и на большей части территории пройдусь короткочасовые дожджи местами на больнице. У день будет без опадков, ветерня устойливая 4,9, при на больницах порывы до 14 метров за секунду. Температура по ветру в складе до 14 градусов у ночи и до 22 в день. У неделю так само прогнозуются дожжи местами моцные. У особных районах на больнице будет около 10-15 градусов тепла у ночи и 15-20 в день. У понеделок, сбирающийся на працу, возьмите парасон. На большей части территории чекаются короткочасовые дожжи. У ночи будет от 5 до 10, местами до 12, у день – 13-18 градусов тепла. У Гомери подвели выники летнего лёгкоатлетичного сезона. Подарунки от областной федерации лёгкоатлетики отримали спортсмены, которые привезли у знагороды с буйных международных стартов. На церемонии ушанования побывал Максим Савин. У пресс-центра палаца лёгкоатлетики представники областной федерации, журналисты, спортсмены и их трэнеры. А пошних, до речи, так само узнагородили. От них у многим залежат выники подначаленных. Але головная увага атлетам. Маргарита и Роман Гралько вернулись с узнагородами с чемпионата Европы с ароддых олимпийцов. Маргарита завоевала золото у скачках у вышиню, а Роман – сребро утрайным скачком. Кристина Концавенко стала другой на международных гульных Краинбалты у скачках с шастом. Вадим Чернышоу выиграл бронзу европейского юнацкого олимпийского фестиваля у штурханни ядра. Вольга Сударова стала другой у скачках у довжиню на командном чемпионате Европы. При этом она установила особистый рекорд. Правда, заканчание лета у нее не отрымалося. На чемпионате света у Пекине спортсменка не смогла пробиться в финал. Надеюсь, что этот опыт, он тоже опыт, естественно, надеюсь, что этот опыт придаст мне силу в следующем году, потому что все-таки олимпийский год важнее, тем не менее. И в следующем году я смогу показать то, на что я способна. Увогу ли минулый сезон у областной федерации легкой атлетики лечить удалым, навык не глядяши на некоторые тяжкости. Спортсмены региона завоевали первое место на зимовом чемпионате республики. Як бачно, не застались яны без узнагородной международной арене. 2015-й передолимпийский год, а тому кожный выник разглядается про спризму головного старту 4-х годзя, який отбудется у Рея-де-Жанейра. Впереди олимпиада, ряд воспитанников Гомельской области, также планируется по включению в национальную сборную команду Республики Беларусь. Ну и будем стараться с тем, чтобы они были подготовлены надлежащим образом, ну и показали соответствующие результаты. Максим Савин, Дмитрий Радянко, телерадиокомпания «Гомель». Новины региона, информацию об проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. И на этом информационный выпуск телерадиокомпании «Гомель» завершен. Наступный глядите завтра на телеканале «Беларусь-1» у 15.10. До встречи у эфиры.